Для нашей русской цивилизации география – это, прежде всего, вызов. Наша история – это преодоление нашей географии. Борисов Николай Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. География России, я имею в виду историческую Россию, сердце России, средняя полоса – это земли, которые не отличаются плодородием. Земли низкой плодородной, так сказать, силы. Ну и поэтому здесь просто простое выживание в аграрной стране – это уже проблема. Урожайность низкая. Урожайность в средней полосе России – сам три. Это значит, мешок зерна посеял, три мешка собрал. Из этих трех мешков, которые ты собрал, ты должен один мешок оставить на семена на следующий год. Со второго мешка ты должен заплатить подати, помещику, государю. С третий мешок ты должен оставить на пропитание до следующего урожая себя и своей семьи. То есть вот если урожайность идет сам три, то это черта бедности. Это черта бедности. А такая урожайность характерна для такого среднего урожая в центре России. Кроме того, конечно, природа в центральной части России – это бесплодная земля в том отношении, что нет никаких природных ресурсов. Нам приходилось в истории России постоянно об этом заботиться, постоянно искать, где бы добыть серебро. Своего серебра нет. Где бы добыть золото, своих золотых приисков нет. Вплоть до того времени, когда наши уже в Сибири начали искать золото, да, значит, железа своего почти нет. Кричное железо плохого качества, поэтому приходилось покупать. Медной руды своей нет, свинца своего нет. И в итоге Россия вынуждена была покупать эти природные ресурсы, эти металлы за рубежом. И даже соль порой приходилось подкупать. То есть природа, конечно, не балует Россию, не баловала историческую Россию. И в этом отношении надо понимать, что наш народ все время решал тяжелейшую задачу просто выживания, биологического выживания. И когда человек решал эту проблему, русский крестьянин, то у него уже больше сил не оставалось на какие-то дополнительные, так сказать, изыски. Ну, кроме того, конечно, география – это не только недостаток природных ресурсов. География – это еще и геополитические проблемы. Нет выхода к морям. Море – это дорога прогресса. Море – это новые идеи, это какие-то новые люди. Для нас моря долгое время были закрыты. Вот эта центральная наша часть исторической России не имела выхода ни к Черному, ни к Балтийскому морю. И борьба за выход к морям продолжалась несколько веков. Обычно мы в этой связи вспоминаем Петра Великого. Вот Петр Великий открыл нам окно, так сказать. Это верно, но борьба началась гораздо раньше. Первый, между прочим, кто попытался вывести Русь на Балтийское море – это был Ярослав Мудрый. Ярослав Мудрый, Великий Киевский князь. В 1030 году он совершил поход на территорию современной Ливонии, Эстонии. И во время этого похода он основал город Юрьев, Тарту, нынешний второй по значению город Эстонии. А Юрий – это его собственное имя, Ярослав – это языческое имя, а Юрий Георгий – это его христианское имя. Так что борьба за выход продолжалась при Иване Третьем. Иван Третий основал город, Иван-город назвал тоже в честь свою, так же, как и Ярослав Мудрый, между прочим. И вот этот город-порт, Иван-город, по замыслу великого государя, должен был стать таким окном к морям, окном Европу. Но не получилось, не получилось, потому что вся прибалтийская, так сказать, общность политическая, все против нас обернулись. Никто не хотел появления новой сильной страны на Балтийском море. В итоге попытка не удалась. И только с третьей попытки, со времен Петра Великого, мы решили эту проблему в результате Северной войны, которая продолжалась 21 год, с 1700 по 1721 год. Великая война для России, она была судьбоносной. И вот нештатский мир, которым закончилась эта война, передавал России огромную часть побережья, от Выборга на севере до Риги на южном оконечности. То есть практически вся современная Эстония, северная часть нынешней Латвии, все это имело 8 портов, все это отходило территориально к России. Это была великая удача. Это было решение вот этого северного вопроса. Но оставался южный, оставалась проблема, которую решала Екатерина Великая. То есть добиться свободного выхода для России в Черное море, через проливы в Средиземное море, и в полной мере стать европейской державой. И вот только в результате тяжелейшей войны с Турцией, которую вела Россия уже в второй половине 18 века, этот выход был найден по условиям Кучука-Наржийского мира 774 года. Россия получила право иметь флот, строить крепости на Черном море. То есть проблема так или иначе была решена. Так что можно представить себе, какие силы приходилось затратить, какие ресурсы для того, чтобы решить вот эти, в сущности, геополитические проблемы. Выход к морям. А вторая проблема – борьба с кочевниками, со степью. Борьба со степью – это тоже вечная боль, можно сказать, для России, для наших предков. Потому что существует такое понятие – Великая степь. Великая степь – это огромное пустынное пространство от Тихого океана до Карпата. И вот по этой Великой степи волнами шли с востока на запад кочевники. С интервалом примерно в 100 лет. Примерно в 100 лет идут хазары, печенеги, половцы, татары-монголы. И Россия должна была все время отбиваться. Она отбивалась, но до тех пор, пока не смогла уже, просто физически нахлынула Орда Батыя. И мы на два с половиной столетия вынуждены были подчиниться Золотой Орде. Ну, об этом можно много говорить, но это была страшная трагедия для наших предков. Потому что ордынская ига затормозила и развитие культуры, и политическое развитие. Это была трагедия, которую, опять-таки, с огромным трудом преодолели наши великие, действительно, предки. Иван Великий, 1480 год, стояние на Угре. Вот когда, наконец, закончилось это тяжелейшее испытание. Конечно, наша география наложила отпечаток на наш национальный характер. На наш национальный характер. Об этом, между прочим, хорошо писал Василий Васильевич Ключевский. Он много размышлял над этим. У него есть такая 17-я лекция в его курсе лекции. И вот там он говорит, что русский человек сформировался под влиянием тяжелых природных условий. Долгая холодная зима, короткое капризное лето. В этих условиях русский человек никогда не мог быть уверенным в том, что если он хорошо поработает весной, то он получит большой урожай осенью. Он мог работать хорошо весной, а осенью не получить ничего. Потому что все это называется зона рискованного земледелия. Там, где никогда не знаешь, что получишь в результате. Ну и вот Ключевский говорит, что вот авось русская происходит именно от этого. Потому что крестьянин надеется на авось, но больше не на что надеяться. Он не уверен в том, что результаты будут теми, какими ему хотелось бы. Ну и, наконец, последнее, о чем здесь хотелось бы сказать, это, конечно, связь географии с нашей идеологией. Ведь Россия – страна огромная. Огромная страна должна идти в свою какую-то национальную идею, национальную цель. И вот наша национальная идея, она обусловлена тем, что Россия – это, по сути дела, остров. Вот если мы посмотрим на карту мира и на положение России на карте мира, то мы увидим, что у России, как говорил император Александр III, нет друзей. Со всех сторон это либо ничего, Северный Ледовитый океан, медведи ходят, либо это огромный пустынный Тихий океан, маленькая Япония, которая для нас совершенно чужда. Дальше, на юге вокруг России мы видим Китай и Монголия, которая к культурному отношению – это провинция Китая. И, конечно, это тоже для нас чужие люди. Наконец, мы видим, что западное направление, которое, в принципе, для России должно было бы быть дружеским, та же религия, многие культурные общие, так сказать, подходы. Но с Запада мы все время видим агрессию, мы все время видим угрозу. И для русского человека постоянно слово «запад» ассоциируется с какой-то внешней опасностью. И это действительно не случайно, так и есть. Сколько раз западные войска пытались захватить Россию. Но, видите, мы знаем, что это не так просто сделать, потому что наша география, она все-таки как бы напоследок дала нам один замечательный подарок – это расстояние. Для того, чтобы Россию завоевать, ее сначала надо пройти. И вот на этом сломались многие завоеватели, которые пытались пройти Россию, но не прошли. И вот такая ситуация, она порождает у русского человека такое сознание, которое я бы определил как чувство исторического одиночества. Чувство исторического одиночества заставляет русского человека подумать дальше над этой проблемой и поставить вопрос, хорошо, но если мы одиноки, но должна быть какая-то историческая миссия у России. И зачем-то же Господь Бог создал Россию, вот такую великую, такую темную, зачем-то Он ее создал. И вот у наших предков возникла идея о том, что Россия – это не просто какая-то страна наравне со всеми, а это страна с исключительной исторической миссией, страна, которой Господь Бог, как они верили, конечно, в это, Господь Бог дал свою такую сверхзадачу, исторической миссии России. В чем она состоит? Ну, первое, что придумали наши предки, это, конечно, Москва, Третий Рим. То есть Россия – это лидер человечества, это лидер. Лидер в каком отношении? В религиозном. У нас самое чистое христианство, у нас самая великая вера, подлинная, горячая христианская вера. Ну, и вот эта идея о том, что Москва, Третий Рим, она просуществовала несколько веков, но потом, во времена Петра Великого, эта идея себя уже изживает, и возникает идея империи. Ведь на чем стоит Петровская идеология? Идея империи. А что такое империя? Империя – это огромное многонациональное государство с сильной центральной властью. В этом отношении Россия, да, империя, и когда Петр провозгласил себя императором, то он именно это имел в виду. И вот империя – это, как бы вам сказать, это мир и порядок. Конечно, у нас много недостатков в Российской империи, любая империя имеет много недостатков, но империя обеспечивает мир и порядок. И вот от Тихого океана до Карпат ничего лучшего, чем Российская империя, быть не может. Мы знаем все, что можно сказать ей, так сказать, в упрек. Но, тем не менее, это Российская империя давала мир и порядок. Это ценности, значения которых люди узнают только тогда, когда их нет. И вот таким образом идея империи. Потом рушится Российская империя, приходит советская власть, приходит советская власть и опять ищет абсолютную идею. Цель России какая? На каждом заборе, если вы помните, было написано, да здравствует Советский Союз, первое в мире социалистическое государство. То есть мы первое в мире социалистическое государство. Мы опять-таки лидеры человечества. И вот эта вот национальная наша идея, она может меняться по содержанию, но форма эта такая же остается. То есть мы лидеры человечества. Не в превосходстве расовом, боже сохрани, этого никогда у нас не было. Но в том отношении, что мы должны дать миру какое-то великое полезное дело, идею. В этом отношении вообще тема географии Россия, она в конечном счете великая тема, она ключевая тема для понимания русской цивилизации.